Давай подключать к нашей беседе Алексей Ижака, заведующего отделом Национального института стратегических исследований, эксперта по вопросам международной безопасности. Алексей, здравствуйте. Рады вас видеть. У нас в любом случае, так или иначе, материалы касаются безопасности Украины, то ли это информационная безопасность, то ли опасность воздуха, о которой мы говорили в материале. Давайте коротко про авиацию, потому что все-таки зритель вник в этот материал. Расскажите, вот эта переброска бомбардировщиков стратегических, кстати, вот буквально в эти минуты закончилась воздушная тревога по всей территории Украины. Я правильно понимаю, это даже связано с тем, что только какая-то авиация вражеская поднимается в воздух, с нее может быть нанесен удар. Это первое. И второе, вот эти перегруппировки авиации, они к чему? И они усложняют для России дальнейшую возможность обстрелов? Или наоборот, они их могут перемещать еще и еще ближе к границам? Конечно, не всякая авиация наносит удары, но большинство самолетов, если они в воздухе, они несут угрозу в зависимости от того, какая авиация, такая угроза. Если это Су-25, скажем так, это ударный самолет фронтовой, он где-то на фронте действует. Но если мы говорим о больших самолетах, таких бомбардировщиков, как Ту-22 и Ту-95, Ту-160, то, конечно, это большие бомбардировщики, которые способны нести ракеты, стреляющие в глубину территории. Поэтому, действительно, всегда, когда поднимаются такие, такого рода самолеты, есть еще некоторые другие, должны включаться средства ПВО. Россияне иногда это используют для того, чтобы выявить, где находятся наши средства ПВО. Они одновременно поднимают авиацию и одновременно поднимают самолеты дальней радиологической разведки, чтобы понять, где включились радары, для того, чтобы сначала ударить по ПВО, а потом уже по объектам. Потому что последние удары ракетные, россиян, воздушные в том числе, они очень низкой эффективности. 80% ракет сбиваются, это значит, что ПВО очень хорошее. Поэтому у россиян есть эта проблема, что надо уничтожать украинскую ПВО, иначе хватит на несколько залков и все, и тогда уже вообще ничего нет. Что касается перебазирования бомбардировщиков, ну, это сложная проблема. Если они перебазируются с таких баз, как «Кенгельс», а эта база создавалась после конца Второй мировой войны, специально она создавалась для стратегических бомбардировщиков, там очень мощная логистика, там же, кроме обеспечения бомбардировщиков, собственно, склады крылатых ракет, там же недалеко есть место складирования база ядерного оружия, которая в случае ядерной войны цеплялась бы на эти бомбардировщики. Поэтому просто перебросить бомбардировщики, это означает, что просто их вывести из-под удара. Они не могут легко наносить удары с других аэродромов. Они могут быть там спрятаны, но для того, чтобы наносить удары, России надо решить эту проблему безопасности этих аэродромов. Пока она для них не решена, это сильно усложняет для России, по крайней мере, нанесение ударов с воздуха. Алексей, хорошо, а давайте теперь про международную безопасность поговорим, ведь, насколько я понимаю, если Россия поднимает свои бомбардировщики в небо, то ближележащие страны с ней тоже фиксируют эти подъемы самолетов в воздух, и это нагрузка дополнительная на систему ПВО. Я так понимаю, что они должны укреплять свою систему ПВО, ведь никто не знает, Россия направит свои ракеты по энергетическому объекту в Украине, или, допустим, захочет выстрелить по какому-то объекту в Польше. Вот об этом можете рассказать? Как они реагируют в моменты, допустим, работы российских бомбардировщиков? Странно, но это, я думаю, реагирует таким образом, что они не верят, что авиация долетит до их территории, несмотря на то, что ракеты залетают в Румынию и залетало в Польшу. Они все-таки реагируют... Это слишком далеко. Самолеты... В Беларуси, да. В Беларуси все, что поднимается в воздух, конечно, со стороны территории НАТО, я уверен, что контролируется, и на это идет реакция. Что касается той авиации, которая с восточной границы Украины, ну, возможно, средства разведки и наблюдения позволяют это наблюдать, но у них есть большой лаг времени, пока ракеты долетят до их территории. Но, в принципе, мы видим последнее решение относительно размещения новых ракет «Патриот» в Польше, и, вероятно, они будут размещаться ближе к украинской границе. Они говорят о том, что зона воздушная все дальше контролируется от границ НАТО. Я не исключаю, что какая-то часть территории над Украиной тоже будет контролироваться и защищаться этими системами. Это не означает, что мы будем этим управлять, но это означает, что мы будем частично под этим зодником. Ну, в принципе, конечно, за этим наблюдают, но пока что угроза не была весомой для НАТО. Возможно, она уже и не станет весомой для НАТО. Да, Алексей, уже хорошо известно всем, что Путину не хватает, собственно, российских ракет, старых из запасов и новых, и он очень хочет получить ракеты иранские. Баллистические, по заявлениям украинской разведки, эти ракеты в Россию еще не попали, но их обещают. И вот «Белый дом» в последнее время все более обеспокоен нарастающими темпами сотрудничества между Ираном и Россией, и называют это уже полноценным оборонным партнерством, которое будет только расти в ближайшее время. Как вы прокомментируете, что происходит сейчас между Россией и Ираном, кто в чем заинтересован, кто кому что дает, и какие перспективы их сотрудничества? Ну, очень похоже на то, что Иран все-таки пустился во все тяжкие. После первого появления дронов, первого анонса того, что есть возможные поставки баллистических ракет, было предпринято, мы видели это значительное международное давление на Иран. Мы видели очень существенные изменения в позиции Израиля, который открыл нам некоторые технологии, потому что везде, где появляется Иран, там же появляется помощь Израиля. И казалось, что Иран притормозил. Были даны дипломатические объяснения Украины, что они не хотели, что это дроны, которые до войны поставлены. Но сейчас не исключено, ну, есть такая угроза, и надо серьезно относиться к тому, что говорят американцы по этому поводу. Все-таки они никогда нас в последний год не обманывали. Они говорили, что нападет Россия, она напала. Они говорили, что будет попытка анексии территорий, она произошла. Они говорили про мобилизацию в России, она произошла. Если они говорят, что есть такая угроза, я думаю, к этому надо относиться серьезно. И это говорит о том, что несмотря на это давление, которое на Иран было оказано международное, и несмотря на его собственные опасения относительно сотрудничества с Россией, все-таки Россия что-то ему предложила такое, от чего Иран не может отказаться. И все-таки мы увидели снова появление шахедов, по крайней мере. Может, это старые запасы, но не исключено, что новые. И, ну, сейчас уже открывается, что Россия предлагает. Вроде как истребители, которые у России все еще неплохи для Ближнего Востока, вроде как она предлагает Су-35, и вроде как готовятся даже пилоты. То есть Россия что-то очень важное Ирану предложила, и Иран снова заколебался. У меня такое чувство, и это снова стало угрозой появления иранских ракет на стороне России. А какое значение имеют контакты Путина и Ирана по линии ядерной? Не только энергетики, но и разработки ядерного оружия. Ядерная программа Ирана вызывает существенные беспокойства уже давно в Соединенных Штатах. Из-за этого введено очень много санкций против Ирана. Вот что сейчас об этом известно? И к каким последствиям может привести углубление этого ядерного сотрудничества? Ну, МАГАТЭ молчит. Хотя общее опасение, мировое опасение вот этого российско-иранского сотрудничества, оно как раз и состоит в том, что Россия может расплатиться с Ираном в помощи в ядерных технологиях, в помощи в ускорении производства оружейного урана, которое потихонечку в Иране все-таки идет. Ну и, конечно, Россия может сильно помочь Ирану в предоставлении конкретных практических решений для производства ядерных устройств. То есть такое опасение есть, хотя МАГАТЭ молчит. Пока МАГАТЭ молчит, мы не можем голословно утверждать, что что-то происходит, но это является основной угрозой вообще российско-иранского сотрудничества. Поэтому мы видим эту реакцию Соединенных Штатов и Израиля, и многих других стран, которые со всех сторон вот сейчас пытаются... Если он возникнет, этот альянс российско-иранский, то его, по крайней мере, изолировать. Изолировать не только от Европы и Соединенных Штатов, но также от Саудовской Аравии, отколоть от Индии и Китая. То есть эта угроза достаточно велика, хотя она сейчас не проявлена. Скажите, могут ли международные организации, вообще способны ли они хоть как-то повлиять образованию этой оси зла? Вот Михаил Подоляк недавно призвал мировую общественность хоть как-то отреагировать на то, что происходит. В том числе в штаб-квартире ООН это обсуждалось, то, что Россия и Иран, как бы кто ни санкционировал это сотрудничество, оно все равно продолжается. Вот мы действительно ожидаем эти баллистические ракеты. Это кажется ненормальным и странным. Вы видите, чтобы кто-то мог реально этому попрепятствовать не только политическими заявлениями? И какими инструментами, если не заявлениями? У нас все еще есть иллюзии 90-х, что международные организации что-то решают. Но то, что международные организации мало что решают, кроме НАТО, все-таки отдельные страны, мировое сообщество, которое состоит из стран, оно многое решает. Вот, допустим, производство иранских дронов в Сирии создавало угрозу Израилю. Ну и нет больше этого завода по производству иранских дронов в Сирии. То есть есть страны, которые очень решительно настроены противодействовать Ирану. Это и Израиль, и Саудовская Аравия. Ну и мы помним разговоры в Соединенных Штатах в конце администрации Трампа, когда они готовы были начать ядерную войну с Ираном, чтобы прекратить иранскую ядерную программу. То есть сил в мире, способных остановить, это достаточно. Не надо думать, что это сделает ООН. ООН просто приносит определенную легитимность международным решениям. Но сил достаточно. Надо правильно строить альянсы и правильно выбирать союзников в этой ситуации. Если угроза будет реальной, ее надо ликвидировать разными способами. От израильских, условно говоря, то германских на уровне политических заявок. Алексей, вот вы интересный и правильный пример привели, который действительно очевидно действует. Это уничтожение иранской базы на территории Сирии. А какие еще объекты, которые находятся под тем или иным управлением Ирана, может не на территории самого Ирана или на его территории? Действительно очень болезненные, после которых он отобьет у себя желание сотрудничать с Россией. Я имею ввиду Иран как государство. Я не думаю, что у Ирана есть какие-то конкретные объекты за территорией. Ну, известно, что есть завод по производству этих дронов в Таджикистане. Но, знаете, это такая сложная история. Вряд ли он настолько чувствительный для самого Ирана. Для Ирана есть чувствительные вещи. Для Ирана есть чувствительные вещи. Это сотрудничество с Китаем. Без охота на Китай он не был бы так уверен в себе. У Ирана есть территориальные проблемы с Азербайджаном. Больше азербайджанцев живет в Иране, чем в Азербайджане. И у Азербайджана хорошие отношения с Израилем, что вызывает ситуацию. Я думаю, самый большой потенциал противодействия Ирану – это сближение с Израилем и Азербайджаном. Если вдруг такое происходит. Говорить о том, какие конкретно объекты могут быть уничтожены. И какая конкретно логистика может подвернуться влиянию. Ну вот, я думаю, кроме Израиля и Азербайджана – это те страны, которые это знают лучше всего. Если такая действительно проблема будет возникать, реальная. Все-таки мы увидим точно, что Иран возобновил или поставляет дроны и ракеты уже после начала широкомасштабного российского вторжения. Они до сих пор утверждают, что все, что было поставлено, это было еще в прошлом году, условно говоря, поставлено. Если мы это увидим, то действительно такие решения, как сближение с явными врагами Ирана – это Израиль, Азербайджан и Саудовская Аравия, которая более сбалансированную политику проводит. Ну, там Саудовская Аравия тоже многое может сделать. То через это сотрудничество как раз и могут быть решены очень многие проблемы. Алексей, и последний вопрос, если можно коротко. Подытожим, насколько велика, по-вашему, вероятность войны на территории Ирана? Войны? Ну, я не верю, что кто-то решится. Кому-то надо ввязываться в такую кашу и внести там какую-то ответственность. Удары по иранской территории, ну, я не думаю, что они пока что вероятны. Я, скорее, готов поверить в то, что все-таки социальная напряженность достигнет в Иране такого уровня, когда им будет не до геополитических экспериментов вне своей территории. Я в это поверю больше, чем в чье-то нападение на Иран. Хотя отдельные удары могут быть, конечно, если с территории Ирана будут непосредственно угрозы исходить. Спасибо, Алексей. Спасибо за ваш комментарий, за ваш анализ. Алексей Ижак был в нашем эфире, эксперт по вопросам международной безопасности. Благодарим. Продолжение следует...